Население Земли на сегодняшний день составляет больше 7 миллиардов человек. Для сравнения, в начале 20 века нас было чуть меньше, чем 2 миллиарда. Ученые пугают прогнозами. К 2050 году численность людей может достигнуть 9 с лишним миллиардов, а к 22 веку целых 11 миллиардов. Куда деть столько людей? И что ждет человечество через 100 лет? Неужели мы все умрем? Одним из первых, кто заставил общество задуматься о последствиях Бэби Бума, который произошел после Второй мировой, стал американец Джон Кэлхун. Он был этологом, то есть ученым, исследующим инстинкты животных. Опыт под названием Вселенная 25, число 25, порядковый номер попытки, проводился на крысах. Кэлхун создал в своей лаборатории настоящий рай для грызунов, чтобы выяснить, как плотность населения повлияет на их поведение. В мышином жилище поддерживалась максимально комфортная температура воздуха. Там было столько еды и воды, что тысячи мышей могли питаться одновременно. В общем, красота! Четыре пары здоровых половозрелых крыс очень быстро поняли, что к чему, и начали активно размножаться. Вскоре их популяция достигла 600 особей. И тут произошло странное. При том, что места и еды было все так же вполне достаточно, даже с запасом, рост популяции начал замедляться. Появились изгои. Группа мышей-самцов стала подвергаться нападкам со стороны остальных. Из-за того, что в идеальных условиях мыши жили слишком долго, старики, грубо говоря, не давали дорогу молодым. И в результате травли молодые самцы стали пассивными, а их беременные самки – нервными. Под конец эксперимента все совсем пошло наперекосяк. Самцы разделились на слабаков и самовлюбленных. Оказалось, мыши тоже страдают нарциссизмом. И совершенно не стремились к продолжению рода. Самки тоже перестали интересоваться размножением. Они стали агрессивными и замкнутыми. В итоге все мыши умерли. Неужели человечество ждет то же самое? Основания для беспокойства есть. Особенное опасение внушает демографическое старение, которое вызвано увеличением средней продолжительности жизни на Земле. В 1950 году возрастная группа от 60 лет и старше насчитывала 205 миллионов человек по всему миру. А уже в 2000-м показатели выросли до 600 миллионов. В конечном счете, все действительно может получиться, как при эксперименте «Вселенная-25». В Китае, например, давно введен закон, позволяющий большинству семей иметь только одного ребенка. Государство старается контролировать рождаемость. Но проблема демографического старения остается актуальной. С другой стороны, не факт, что перенаселение вообще случится. Одно из последних исследований говорит о том, что в развитых странах уровень образования у женщин негативно сказывается на репродуктивности. То есть детей у них меньше, чем у необразованных девушек. Есть данные, что даже в отстающих странах с популяризацией контрацептивов демография начала выравниваться. К тому же еще есть эпидемии войны, которые, конечно, страшные штуки, зато способны урегулировать количество человек на Земле. Правда, последние расчеты ученых из Южной Австралии, например, показывают, что даже глобальная экологическая катастрофа или третья мировая не изменит ситуацию. Население нашей планеты будет неуклонно расти. Однако можно смело заявить, что люди все-таки не мыши. Механизмы нашего социального взаимодействия хоть и имеют животную природу, а все же устроены гораздо сложнее. Самые животрепещущие вопросы касаются ресурсов нашей планеты, где, например, взять еду для 10 миллиардов человек, если и при 7 миллиардах около 800 миллионов людей голодают. Тут все гораздо более оптимистично, чем можно представить. В наших силах влиять на то, как мы используем ресурсы Земли, и общество уже на верном пути. Нашу эру часто называют постиндустриальной, чтобы подчеркнуть перемену в ценностях с индустрией на природу. Это в 20 веке американцы писали безумные книжки, предлагая стерилизовать родивших женщин или выбирать самые перспективные народы, заслуживающие экономической, продовольственной и другой поддержки, а остальных оставить на верную гибель. Сегодня, несмотря на то, что гарантий все еще нет, у человечества появилась надежда. Развитие солнечной энергетики сможет обеспечить нам улучшение экологии. Освоение космоса, первые колонисты, кстати, полетят на Марс уже совсем скоро, поможет решить жилищные проблемы. В конце концов, всегда можно понадеяться, что государства станут активнее вкладываться в образование, а люди, как следствие, серьезнее подходить к созданию семьи. В общем, даже если перенаселение случится, оно не обязательно будет означать гибель для всего людского рода. Научно-технический прогресс подарил нам много классных штук. Если речь идет о генетически модифицированных организмах, о ГМО, многие суеверно предпочтут огурчик с бабушкиной грядки. Но опасны ли ГМ-продукты на самом деле? Между прочим, генетическая модификация даже не совсем изобретение биологов. И генотип человека тоже менялся с ходом эволюции. Так что, если вы против супер-картошки, есть смысл поинтересоваться, чем удобряли семена обычной картошки, которую вы собираетесь добавить в суп.